Вера, 25 лет. Вера пытается дать достойное воспитание детям. Для Веры духовное качество мужчины намного важнее его внешности. Выйдет замуж за спортивного брюнета, которым она захочет родить много детей. Когда вы вступили в ту самую девичью пару, влюбляться, вы влюбились. Да. И что там случилось, почему не поженились? Наши отношения не были сбалансированными, потому что я была очень непостоянна, скорее всего. То есть я очень... Вам хотелось гулять? Никто над душой не стоял, не говорил, чтобы в 11 была дома, иначе получишь. То есть вы были сами себе хозяек, вы были предоставлены самой себе. Вам хотелось просто погулять? У нее вот тут как раз папа и получился из ее молодого человека, он был старше ее. Он, кстати, воспитывал очень хорошо ее брата. Второй жених был полный противоположность первому жениху. То есть он был... Веселым. Очень веселый, любил кутежи. А это вы ему сюрприз устроили, когда все обмазались блестками, которые потом были везде? Да. А везде в его доме или в вашем? В его. Вы жили у него? Я пришла к нему в гости и обсыпалась вся блестками. А мама была в этом же доме, да? Да. Его родители там. Вот ей-то оттирать-то. И потом он просто позвонил мне и сказал, я не знаю, что мне делать, у меня все в блестках, это ничем не оттирается, ничто не помогает. Моя собака в блестках до конца. Если вы будете тучить своей подружкой с Каролиной, которая мало вас чему может научить, подсказать, направить, если вы будете ходить с этими трубами, с сердечками, с блестками, бла-бла-бла, понимаете, то вам попадется еще раз один такой же придурок, который вам по телефону скажет, ты мне здесь испачкала всю квартиру и собаку и зубную мамину щетку. Вы должны, 25 лет, это уже дофига, понимаете? 25 лет, это много. Где вы? Вы настоящие. Знаете, от чего у вас проблема говорить? Вы не читаете нифига никто. Да, это правда. Не читаете. Вы сидите либо, понимаете, либо еще. Вы не читаете. Поэтому вы мысли свои не можете выразить, ребят. Но не 20 же слов у вас должно быть в вашем запасе. Здравствуй, Вера. Если мы подойдем друг к другу, я думаю, мы заведем новую традицию. Мы будем всегда завтракать дома, утром. Спасибо. Можно вас спросить? Вот мы с Верой сейчас очень интересуемся именно духовной практикой, мы ведем духовную практику. Веда говорится о том, что непосредственно самое важное между мужчиной и женщиной, это когда они связаны непосредственно с духовной практикой совместной. И потом в итоге вообще, может быть, сексуальных отношений не будет. Вот мы хотим, например, к этому прийти. В основном, духовная практика, это, наверное, самое сильное вообще, что может скреплять семейные отношения. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Знаете, вы без хребта, абсолютно. Вот сегодня вас Каролина куда-то хочет завести, потому что через каждое слово, фраза духовной практики, это уже чрезмерно. А как давно сексом вы не занимаетесь-то? Кстати, да, вот интересно. Может, вам правда секс нужен, чтобы вы проснулись? Может, крыша поехала? Да, бог его знает. Нет, реально. Разбудила поцелуем Ледяную боль твоей души Снова небо нарисуем И не будем Никуда спешить Я потанцевал с вами, я смотрю в ваши глаза. Я понял одну вещь. Вы мне не подходите. Так сразу? Вы так сразу готовы при решении? Я смотрю, я смотрю в глаза людям. Я специально потанцевал, чтобы посмотреть на нее вблизи. И что? Моего там нет. Спасибо. Проходите в свою комнату. Спасибо. Никакая. Никакая. Вообще никакая. Что это обсуждать, как вы считаете? А знаешь, смотри, ну, мне кажется, вот очень хорошо, прям в классическом варианте, такой тип женихов называли «владень». Вот он влазил. А вот мы ему ворот-то не откроем, даже если передумает. Никто не ожидал, что ты скажешь сразу. Ну, а с другой стороны, а что таить? Да не могу. Нет, а зачем? Ты сейчас пойдешь с ней, что ли? Нет, давайте родим ребенка, через три года скажу. Ты знаешь, три года назад я понял, что ты не мое, на правом теле. Давай, позиция номер один. Позиция номер один. Все будет круто, не переживай, не расстраивайся. Это какие-то глупости происходят. Ты красивая или хорошая? Все круто. Мне кажется, они меня ненавидят. Я очень волнуюсь. Я хорошая. Ты просто, когда банкуешь к человеку, девушке, на близкую дистанцию, то там есть определенный разряд полей, которые смыкаются, и тут уже все понятно. Ты в глаза смотришь, как ощущение внутри. Оно как бы там внутри тела. То есть ты вошел в личное пространство и почувствовал, что отторжение? Да ни у кого отторжения, там ничего нет просто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!